Согласно представлениям древних иудеев, Христос пребывает вовек. Каково было их представление о Царстве Мессии? Если судить по цитате, то с пришестием Христа начинается вечность, упраздняется смерть. Если так, то каким образом это происходит без смерти Христа? Итак, вы учтите, когда мы читаем Священное Писание, то должны понять одну очень важную вещь. Очень важную вещь! Там очень много образных, метафорических слов. Полно! Когда уж прямая притча, и сказал Христос, и говорит, вот притча! Ну, ладно, если мы понимаем, здесь всё-таки притча! Но во многих случаях, например, Он, Христос, не предупреждал о том, что это притча, а просто говорил! И при прямолинейном понимании этих слов мы встанем в тупик! Самый яркий, например, пример, или один, по крайней мере, из них – «Кто не будет есть моей плоти и пить моей крови, не имеет жизни вечной!» Помните, отошла группа, большая группа учеников? Что это такое? А Макарий Великий пишет, «Они, эти ученики, поняли это вещественно, по-плоцки, то есть искажённо, и отошли от Христа!» А надо было понимать – это духовно! Ибо если бы мы поняли это прямо, то что тогда было бы? Как это есть тебя? Ну, хорошо, а Евхаристия тогда даже? Так, простите! Первый рай вошёл человек, который ни ел, ни пил, ни тела, ни крови Христовой! Как нужно быть осторожным! И всё Священное Писание, учтите, это язык древний! Сам характер, характер проповеди, характер выражений – он очень образный, метафорический характер! Скажите, где критерии правильного понимания? Что нам тогда делать? И сколько угодно этих выражений там! Как быть тогда? Вы знаете, во что превратилось современное христианство, о чём мы говорили? Откуда это произошло? Одна из причин! О том, что все эти высказания Священного Писания Ветхого и Нового Завета стали понимать как? А вот так, как я понимаю! Вот так! Ясно вам? А вы скажете – извините, а я понимаю – вот так! Да! А он скажет – а я вот понимаю – вот этак! Четвёртый скажет – по-моему, вот нужно вот этак понимать! И рассыпались все! И рассыпались! Ты, Пётр, на этом камне сози, жду, церковь мою! Ух, схватились! А что пишет апостол Пётр об этом камне? Это в сторонку! Друзья, вы слышите, перед чем мы стоим? Важнейшим вопросом! Потому что Священное Писание – это источник всего нашего знания о христианстве! Как же быть? А быть вот как! И мы-то должны... То есть, это и, кажется, знаем, и должны знать! Учтите, что правильное понимание, то есть, смысл и дух Священного Писания может выразить, может понять и выразить только тот, кто сам имеет этого Духа Святого, которым написано Писание! Этот он, автор, Дух Святой! И если его не будет в том человеке, который пытается понимать, то ждите! Тут могут быть какие угодно ошибки и заблуждения! Поэтому православие тем отличается от всех других христианских вероисповеданий! От чем? что истинным называет только то понимание, которое находим в согласном учении Святых Отцов! Точка! Если мы этого не находим, не находим! Да, можем размышлять сколько угодно, воздерживаясь при этом от категорических утверждений! преподобный преподобный Авва Исаия пишет... Запомните, кстати, в отношении всех фанатиков, которые с пеной урта настаивают на своем понимании, пишет... Запомните, пожалуйста, преподобный Авва Исаия, тот, кто читает и изучает Священное Писание и, кажется, понимает его. Но если при этом упорно его слово, упорно настаивает на этом своем понимании, тот лишается славы Божией. но тот, кто говорит «Да, я понимаю, но я знаю, что я могу ошибаться! Могу ошибаться!» И ни в коем случае не настаивает, не настаивает в этом. Тот приобретает благодать Божию! Православие, по крайней мере, ещё пока, пока, но думаю, что скоро и оно перестанет. Пока ещё оно держится за этот спасительный вот якорь святоотеческое понимание Священного Писания. Ни моё, ни его, ни третьего, не десятого, как это мы видим в католицизме, протестантизме, а святые отцы, как говорят. Пока мы держимся, мы ещё сохраним православие. Как только мы начнём свои домыслы и свои идеи ставить в углову угла, всё, православие погибнет. А что православного? Повторяю ещё раз, верное разумение Писания имеет только носители того Духа Святого, которым написано Писание. Это надо, друзья мои, запомнить. Только этим мы отличаемся от западных христианских вероисповеданий. Ну, в католицизме там, что папа сказал всё, пожалуйста. И всё верно. Папа, он же наместник Христа. Он всё знает. В протестантизме чем больше авторитета какой-то богослов имеет, тем больше с ним носится. А то и на него наплюют. Но он так, а я этак. И всё. И всё. Поэтому я помню, когда в Америке спросил, сказал, у вас десятки этих направлений, мне сказали, ошибаетесь, профессор, сотни. И каждый день рождаются новые, а другие умирают. Так вот, и в отношении Христос пребывает во век. Это образное высказывание, такое метафорическое, но в котором содержится глубокая идея, идея спасения, которая изначало дана первым людям. О ком? О Спасителе! Мысль! Это не мысль, это предсказание, это указание, это обещание, вот в каком смысле Христос пребывает во веки. Вот оно, помазание, в котором жила небольшая прослойка ветхозаветного человечества. Вот через Авраама и прочих. Совсем небольшая, она всё сужалась ко времени Христа. Совсем небольшой ручеёк остался, пока не пришло само явление Христа. Вот, что было. А до этого было это пророчество, предсказание, указание, указание «Вот Он, Спаситель!» Кстати, отсюда слова понимаются апостольские, что Христос есть исполнение закона. Помните, Христос говорит, «Я пришёл не нарушить закон, а исполнить!» Помните вы это? Исполнить! Вот это исполнение закона, что есть? Он Сам! Он, Христос, да, Он пришёл, вот Он явился, вот оно, исполнение закона, а не эти мелочи – кружки мыть или лавки после торга или нет. Сам Он нарушал, если хотите, по формальным признакам ту же субботу. Не об этом речь идёт, а об исполнении закона, вся суть законно ветхозаветного в ком? В Христе. Он и явился Его исполнением. Вот в каком смысле Христос пребывает во веки. Вот так.